Я принесла косметику, которую сложно достать в Украине Fenty Beauty, это бренд Рианы Очень многие певицы обращаются для того, чтобы сделать коллаборации Первая фотка в купальнике у меня появилась год назад Жизнь слишком короткая, на то, чтобы тратить ее на нелюбовь к себе Я, например, с утра разговариваю с зеркалом Говорю, привет, ты сегодня хорошо выглядишь Всем привет, меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале Здесь мы разбираем косметички известных людей Говорим о косметике, красоте, любви И обязательно, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и колокольчик Сегодня у меня в гостях бьюти-блогер Между прочим, я считаю тебя самым известным бьюти-блогером на территории Украины Диана Суворова Спасибо, Аня, очень приятно, что пригласила Диана Суворова, бьюти-блогер со стажем Бесстрашно тестирует на своем лице даже то, что не тестирует на животных Взорвала Инстаграм бодипозитивными фотками в купальнике А сегодня взорвет Ютуб разбором косметички Сколько у тебя подписчиков сейчас в Ютуб? На Ютубе около 600 тысяч Я сейчас активно, как и ты, веду ТикТок Мне кажется, это самая интересная площадка на данный момент А сколько у тебя сейчас в ТикТок? 180 тысяч За сколько ты набрала их? Ты знаешь, как-то постепенно, в течение года, какими-то рывками Как и все, я завела ТикТок в пандемию Не знала, что с ним делать, танцевала А потом поняла, я же могу рассказывать про косметику еще в ТикТок Я ТикТок заводила три раза И у меня не выходило, я тоже пела, танцевала И у меня даже были специальные палочники Я закупила специальных жуков, которые должны были рассказывать про брови Но, короче, было все, что только сейчас у меня около 400, ну, 400 с чем-то тысяч подписчиков Но я считаю, что ТикТок это, наверное, один из самых сейчас активных развивающихся То есть ты тоже видишь в нем перспективу? Он уже, в общем, если вы еще не там, то нужно срочно, срочно туда идти А как ты ТикТок монетизируешь? Рекламодатели Да, пока что официальной монетизации, ну, ТикТока в Украине еще нет, насколько я знаю Ну, если у меня там ноль на вот этих всех Но есть рекламодатели Но, может, знаешь, не знаешь Если ты подключишь VPN на Америку Знаешь это? Нет, это тем всех штук я не знаю Смотри, короче, берешь телефон А у тебя ты ведешь на том же телефоне? Да, да, все с Украины Если ты сделаешь отдельный телефон без карточки, вот как у меня Да Подключишь VPN на Америку То у тебя каждое видео будет монетизироваться И можно там зарабатывать Даже мы на своем найлане За три месяца у нас было, по-моему, 600 евро Кстати, вот что я заметила у себя через ТикТок Когда у меня такая, ну, как бы международная аудитория У меня приходят запросы на рекламу Опять-таки просто я это не делаю, у меня нет времени это снять Да, да, да Алиэкспресс Ну, то есть такие большие, серьезные компании Которые хотят с тобой работать И очень большое количество из арабского рынка То есть арабский рынок готов И там, кстати, есть уже площадки Которые, ты туда становишься на эту площадку И тебя выбирают рекламодатели Да, я знаю, маркетплейс Аня, ну это просто Просто за три секунды столько полезной информации Вообще тут надо лайк срочно ставить под видео Ценную информацию, за которую вы бы заплатили 50 тысяч грин Во-первых, если вы регистрируете ТикТок, регистрируйте его в понедельник Не регистрируйте его на номер телефона, регистрируйте его на почту Лучше всего выставлять видео в начале часа То есть, например, в 10, в 11, максимум в 11-15 Но не позже Аня, подожди, может, все-таки курс сделаешь свой? А то все сейчас раздашься Я открытый человек, я хочу, чтобы в Украине развивался ТикТок У нас уже было несколько бьюти-блогеров Это был Егор Андрюшин Была Тотари Блон, да? Виза Краснова И ты у меня третий бьюти-блогер И я больше в Украине не знаю бьюти-блогеров, честно скажу И, конечно же, мне очень интересно разбирать косметички влогера Потому что, мне кажется, у тебя есть все Но в основном я принесла косметику, которую сложно достать в Украине Я бы хотела, чтобы эти бренды пришли наконец-то в Украину официально Например, такие, как вот Fenty Beauty Это бренд Рианы У нее просто замечательный бренд И я прям жду, когда же он появится наконец-то Здесь у меня очень прикольный продукт Это такой бронзер, скульптор, да, очень прикольный Это оттенок у нас Инда Сан Такой белоснежком очень подходит Мне нравится оформление, прекрасный продукт Работает замечательно В арабских странах эти бьюти-это самая популярная марка Они просто прям обожают Луриана, это вообще звезда А скажи мне, а где ты покупаешь? Ты знаешь, в основном, если в поездках Сейчас с этим, конечно, сложновато Ну, например, в Сифоре этот бренд представлен в Европе Можно заказать из Америки Например, через посредника Да, есть службы, которые пересылают тебе Это недорого И можно заказывать прямо из американской Сифоры И сколько приблизительно доставка? Ну, например, помада или вот такая вот штучка Будет стоить доставка гривен 100-150 А как долго ждать? Недели две Вообще нормально? Цена бронзера, например, ну, 20-25 долларов У меня есть еще интересные от Fenty Я покажу, что мне еще нравится Что у меня здесь интересного От Fenty я всем бы рекомендовала присмотреться вот к этим блескам для губ Да, у меня есть тоже такой офигенный Обалденные блески Один такой с мерцающим эффектом Нелипкий, очень красивый, вкусно пахнет И у них еще вышла серия, которая называется Cream Он уже такой просто дает глянцевый блеск без блесточек Очень классная версия Мне нравится Помимо Fenty Beauty, вы знаете, что моя любимая еще Селена Гомес Выпустила свою косметику И здесь у меня вот, например, есть такой блеск помада Я, кстати, не знала Селена Гомес, да У нее обалденная косметика Она называется Rare Beauty Вот И у нее самые пигментированные румяна в мире Какие красивые Которые я только видела Я сейчас тебе нанесу вот одну капельку И ты посмотришь, как это Вот растушую теперь Очень красивые Посмотри, как красивые Матовые Эти румяна просто сейчас бестселлер И очень жалко, что косметики из Селена Гомес тоже пока нет в Украине Сейчас в Celebrity все начали запускать свою косметику Это Дженнифер Лопес Мурай Керри Куда? Столько уже косметики Вообще уже столько всего Но мне кажется, что самые удачные все-таки получились у Рианы и у Селены Гомес То есть сейчас за каждым брендом должен стоять человек Ну, мне кажется, для таких звезд это способ заработать еще Потому что популярность она-то уходит, да А бренд косметики может жить еще довольно долго А как ты считаешь, вот наши украинские звезды Вот Вера Брежнева выпустила косметику На твой взгляд, это успешный был запуск? Я кое-что пробовала от ее Мне понравилась тушь, которая так вот чулочками снимается У нее был очень креативный пресс-пак Потому что тушь, она как-то называла что-то связано с презервативом Типа как чулочки, знаешь И в пресс-паке лежали презервативы И это было прям везде Все показывали, это было креативно Вот, но я мало пробовала пока что Вот к нам, кстати, очень многие певицы Не буду называть их имена Известные обращаются для того, чтобы сделать коллаборации Но когда они к нам обращаются Нам говорят, так, мы хотим с вами выпустить Вот я пользуюсь фиолетовой базой для лица Там, зеленым консилером И какой-нибудь там, геловой помадой Вот я хочу такую коллекцию И мы говорим, но для того, чтобы выпустить Это нужно там 10 тысяч штук Вы уверены, что 10 тысяч штук Геловой у вас есть такое количество фанатов Которые это купят То есть на данный момент, мне кажется Если у Сифоры это все продумано Потому что они понимают, они предлагают То у нас немножко на таком эмоциональном уровне Когда ты выпускаешь, например, единичную продукцию Еще в коллаборации с кем-то, например, Сифора С кем-нибудь, да, там, с блогером То есть они понимают, что в принципе Они могут охватить такую аудиторию, чтобы это продать Потому что все равно, если ты выпускаешь качественный продукт То есть определенные минимальные партии То есть минимальная партия упаковки Это 10 тысяч штук Есть срок годности Мы, кстати, сейчас сделали интересное исследование С Егором у него на канале Будет, и мы брали тушь И исследовали ее, живут ли там бактерии Если пользуются разные люди В лаборатории Ух ты, как интересно Да, и вот сроки годности имеют значение То есть если заканчивается срок годности Консерванты уже не действуют И там разводится столько всего Там просто жизнь бурлит различными бактериями Которые размножаются со скоростью света И ты же не сможешь продать брест, когда у него уже срок годности Ну это понятно, да Два месяца, три месяца То есть тебе нужно реализовать эти 10 тысяч штук Там за первые полгода А сделать это достаточно сложно И, кстати, вот сейчас у нас тренд в бьюти индустрии Моя в бровной Все посмотрели на нас Начали выпускать краску для бровей Обращаются на тот же завод Ну все пытаются сделать так же, как у нас Но они выпускают Минимальная там партия, например, 10-15 тысяч штук И не продаются Да, они продают Ну 500, ну 600, ну 1000 А все А потом срок годности заканчивается Что начинают делать? Раздаривать скидки Отметь меня в сторис Получи 20 упаковок в подарок Я еще сам тебе пришлю и сам тебе оплачу Поэтому вот здесь Недооценивают, мне кажется, рынок Кстати, сколько стоит эта помада? Хочу себе такую Долларов 15, наверное Ну, в принципе, видишь, у Сифоры Все приблизительно в одной стоимости Да, у них вот, у них нет бюджетной косметики в ассортименте Кроме своей Да, такой, да Подешевле, чем все остальное Но это, наверное, тоже какой-то ход Вот, а так, в принципе, как в Сифору зайдешь Так 300 евро и оставила Кто не знает, вдруг Сифора Это магазин Идеальный рай для меня Косметики И я каждый раз, когда думаю о магазине Сифора У меня прям мурашечки по коже И волоски поднимаются Сифорочка, приходи уже Уже мы не можем Ну, это очень Это невероятно Ты думаешь, придет когда-нибудь? Ну, надо, чтобы ее сюда кто-то взял А это очень дорого Очень дорого Вот, я вижу у тебя воск для брови Которую, кстати, не пробовала Продукт экономичный, очень классный И аналога я пока что не встречала Мне очень интересно будет попробовать твой продукт Вот, как он вообще Потому что это, знаешь, эффект ламинирования на один день Очень классное средство Но, к сожалению, тоже в Украине еще не продается Это бренд Анастасия Бавлихиллс И я тоже жду, когда же он наконец-то у нас появится И это, чтобы вы не путали, это не мыло для бровей Да Потому что мыло для бровей большое количество на рынке И я не рекомендую использовать мыло для бровей Потому что оно очень сушит волоски Оно оставляет налет И я всегда вспоминаю, ешь кучерявая И в детстве у меня была челка И она постоянно так кучерявилась И меня так это бесило И я брала обычное мыло Мочила руки Ну, и наносила на челку И оно вообще идеально Просто ровняет Все суперкруто Но брови не наносила? Нет, но по сути, вот то мыло, которое есть Это же обычное Обычное щелочь, да? Да, обычное мыло, которое ты наносишь И оно вволакивает волосок и фиксирует А потом волосы ломаются А это совсем другое Это типа геля, но более густого И он не дает После геля волосы блестят А этот дает такой матовый эффект Очень приятно И он прилизывает волоски к коже И они вот в таком состоянии находятся Ты прям сегодня взяла, я смотрю, люкс Да, вот мне вот хотелось показать Именно вот бренды, которые вот Например, Huda Beauty тоже у нас вот нету Посмотрите вообще на эту красоту вообще На эту вообще помаду Все в блестках Еще один бренд из люкса, который Мне нравится, это Шарлотта Тилбери Но у меня Huda среди брендов стоит на первом месте Ты знаешь, что у нее новая коллекция вот-вот выйдет Rose Quartz Я прям вот уже прям жду, чтобы ее заказать Такая красивая палетка очень будет, мне нравится Я обожаю вот это средство, это контуринг У тебя есть такой? Да, да, да И у меня еще такой же хайлайтер, офигенный Вот, хайлайтер Хайлайтер я взяла другой Бренда тоже, которого нет в Украине Извините, сегодня именно все по брендам Которые я очень жду, что они появятся Это Tarte У них известный консилер, но мне очень нравится вот этот хайлайтер Он такой жидкий и очень такой вот, знаю, прям нежный Без блесток, но дает красивое сияние Да, очень интересное Я тебе скажу, что, во-первых, ты меня безумно вдохновляешь И вдохновляешь не только как блогер, бьюти-блогер Я на самом деле смотрю многие твои обзоры Потому что, ну, смысл покупать косметику, ее пробовать Если сначала можно посмотреть твой влог А потом уже думать, покупать или не покупать Потому что с многими относительно продуктами я абсолютно согласна Но ты меня вдохновляешь еще в другом моменте Особенно, когда я посмотрела твой отпуск в купальниках Да, да Я после рода поправилась на 20 килограмм И у меня прям был комплекс, знаешь, сфотографироваться в купальнике А вдруг там ноги какие-то не такие, еще какой-то И у тебя начинается депрессия Ты начинаешь себя не любить Тебе кажется, что все, жизнь закончена Как ты вообще пришла к этому, к любви к себе, к принятию, к бодипозитиву Мне кажется, это очень важная тема Вот прям вот очень Мне бы хотелось больше на эту тему говорить Мне нравится одна фраза, я ее подписчикам писала Знаешь, что жизнь слишком короткая На то, чтобы тратить ее на нелюбовь к себе И на то, что подумают о тебе другие Ты с детства вот себя любишь? Нет, это, конечно же, большой путь Первая фотка в купальнике у меня появилась год назад Всего лишь Я не знаю, что послужило вот именно тем моментом Чтобы я смогла себя вот принять, сфотографироваться и выложить Я просто вот, оно как-то пришло само Я пытаюсь, уже несколько лет я пытаюсь понять, что было триггером, знаешь Но мне очень сложно понять Наверное, это вот просто с возрастом А ты, когда выставляла фотку, ты переживала, что она пишет? Про фотку в купальнике я просто оказалась в таком невероятно красивом месте Это была Черногория И у нас был невероятный такой вот номер с балконом С видом на Которский залив Там было настолько красиво И мне хотелось вот просто вот Вот я была в купальнике Вот я не готовилась, ничего не делала Просто вышла и сфоткалась Я увидела настолько много позитивных, знаешь, такой отклик был Столько приятных комментариев И я такая, правда, это же классно А на хейт как ты реагируешь? Очень спокойно То есть ты на него отвечаешь как-то, либо вообще просто их надеваешь? Нет, я хочу дать совет всем Кто ведет блог или, не знаю, у вас есть инстаграм или ютуб И вам пишут какие-то негативные комментарии Вот самое главное правило Запомните, никогда не отвечайте на эти комментарии И никогда их не удаляйте Оставляйте их Потому что придут ваши подписчики И они вас поддержат И будут с вами Они вас не оставят Вот многие девушки чувствуют комплексы Из-за своего веса, из-за своего внешнего вида Они боятся, стесняются завести отношения Что при этом делать? Да, ну есть такой стереотип, что Надо быть худой, чтобы быть успешной в личной жизни Но это стереотип, поверьте Здесь главное не вес, а ваша самооценка Мне кажется, главное поднимать свою самооценку Тут уже для каждого свои рецепты И если ты поднимешь свою самооценку То мир вообще откроется тебе И муж найдется, парень найдется, девушка найдется Какие твои рецепты? Я, например, с утра разговариваю с зеркалом Ух ты Я встаю и говорю Привет Ты сегодня хорошо выглядишь Это классно Я такое не делаю, но это прикольно У меня у мужа В его душевой В его комнате Там стоит котячий туалет И поэтому Там есть дырочка маленькая Куда проходит кот И в эту дырочку тоже слышно Когда О, пацан, ты классный И он тоже разговаривает с собой Это настолько круто поднимает настроение Вот это мой рецепт Какой твой рецепт? Слушай, ну это классный рецепт Это вообще Ты знаешь Просто, наверное, хорошее настроение Оптимизм И И фотки в купальнике Так, что у тебя еще? Расскажи Давайте я покажу Вот мне нравятся очень бюджетные продукты Да Потому что мой блог славится Именно бюджетной косметикой Там вы можете найти вообще Все линейки Вообще все новинки Которые выходят У меня на канале появляются Бренд белорусской Да Люкс визаж У них вышли классные матовые тени Вот Я сегодня, кстати Практически всем накрасилась Из-за того, что у меня здесь есть Очень классные тени Как подложка Под макияж Тоже я пользуюсь классно Очень прикольно Есть С блесточками Ну вот матовые мне прям Гиза Краснова с блесточками приносила А ты матовая А я матовая, да Интересный бренд Vivienne Sabo Вот у них прям вот Помада мне нравится Такая вот матовая Вообще-таки Люблю оттенки Маф Не знаю, как это вот Я по-английски знаю А по-русски Никак не могу Знаешь, как тауповый Такой оттенок Да, да, да Да, вот такой У меня, кстати, есть еще и Тени Недорогого бренда Который бы я тоже очень хотела В Украине Но они продаются Это Colorpop А, Colorpop Точно И вот две палетки в моих любимых оттенках Одна вот цвета как раз Называется Make'n Mavs Такой вот тауповой И одна в цвете Такой холодный коричневый Про них есть очень интересный фильм На Нетфликсе Не смотрела? Broken Про Colorpop? Ну и там в том числе Я очень хотела посмотреть этот фильм Но не нашла еще его На Нетфликсе И вот они рассказывают В чем их преимущество Их компании По сравнению со всеми остальными Потому что у них Они быстро подстраиваются под рынок У них очень много ручного труда И им не нужно перестраивать У них свое производство В отличие от многих брендов У них свое производство И они очень быстро перестраиваются То есть они смотрят влоги То есть они не ориентированы Как многие компании На исследования Давайте проведем исследования Кому какой такой цвет дарят Они смотрят влог Ага Нравится такой цвет Давайте делаем такой цвет И потом этот цвет Еще могут отправить Тому же блогеру Чтобы он его Проэкламировал Поэтому у Colorpop У них постоянно Выходят новые позиции Каждые две недели У них новая коллекция Вообще Я уже просто устала За ними следить Но у них реально Классные бюджетные тени Вот такая палетка Стоит где-то 10-15 долларов Ну в зависимости от упаковки И там всего такого Дайте покажу Классные туши Которые мне нравятся Давай У меня есть тушь номер один Я раз в год Выпускаю там Мои фавориты за год И вот эта тушь Будет моим фаворитом Ну сто процентов Это Maybelline Sky High Обожаю ее просто Она как раз смывается Вот теплой водичкой И очень долго держится И не отпечатывается А из люкса Мне сейчас нравится Lancome и Доль Знаешь что мне нравится В этой вот упаковке Ее когда кладешь на стол Она не укатывается Ну да Поэтому все квадратные упаковки Я просто обожаю Вообще Красивая Да красивая И классная тушь Тоже не отпечатывается Не осыпается Спасибо тебе большое Я хочу тебе тоже подарить подарок Мне кстати интересно Есть ли у тебя эти продукты Конечно У меня есть И косметичка твоя большая Я с ней всегда Не, не, я тебе не Илан Будо дарить Это Нет, конечно У тебя есть все Илан Есть такая у тебя палитра Ух ты Туфейст Это бренд Вот как раз Он очень подходит В эту всю Как это сказать Нашу подборочку Брендов Которые бы мы хотели В Украине Но которых нет А есть такая у тебя палитра Нет Вот открой Посмотри Слушай, это классная коллекция Это просто Вообще Такое Ми-ми-ми-ми Мне кажется Как раз для влога Спасибо большое Ты прям знала Как угодить В бьюти-многеру Есть еще один подарок Я взяла два Думаю Мало ли вдруг Один у тебя есть Но это скорее всего У тебя есть Аллы глаз Вот этой палитки У меня нет Я знаю Я знаю С продукцией И с брендом Я знакома Его тоже нет в Украине Да I'm sorry Но это просто Это такое Бюксовый Классный Красивый Красивый бренд Тебе большое Это просто реально У меня нет такого Ты представляешь У меня такого нет Я не знала Есть у тебя Небо нет Я как раз Тебе к ней Подарю кисточку Есть у тебя такая Нет Это просто кисточка Твои кисти невероятные Я сегодня кисти не брала Но я ими пользуюсь всегда Они просто очень крутые Я просто ее сама вырезала Она для хайлайтера? Да Она для хайлайтера В форме пальца Знаешь Когда тебе хочется Пальцем нанести Это Я уже могу сейчас нанести Любой всех визажистов Обалдеть То есть Когда Очень удобная форма Давай скажем Что это за номер F18 Да Это как Настоящий бьюти-блогер Приятно иметь дело С настоящим бьюти-блогером Аня Я говорю тебе огромное Спасибо за подарки Если вы не подписаны на Аню Поставьте этому видео Лайк И обязательно подписывайтесь Потому что у Ани просто крутые Эксперты Друзья И выпуски Обожаете Спасибо большое Всем пока Пока Спасибо большое Вообще Вот это ты Вообще Ничего у меня из этого не было Спасибо большое Спасибо большое